Автоплюс Обсуждая вопросы производства Обсуждая вопросы сервисного обслуживания Положительные и отрицательные моменты Мы упускаем из виду один важный момент Мы упускаем из виду момент Как эти автомобили попадают к нам в страну К конечному дилеру и в итоге к нам к покупателю Сегодня у нас в гостях два человека С которыми мы собираемся обсудить этот вопрос Это Александр Половников Генеральный директор компании ДС Логистика И Дмитрий Амелин Председатель совета директоров Обухова фотоцентра Люди собрались не случайно Один из них Александр Это тот человек который нам будет рассказывать о том Как эти автомобили возят А второй человек Дмитрий будет рассказывать Как он видит в себе процесс доставки И таким образом я думаю мы сможем обсудить Что происходит, что будет происходить Начнем с того что в прошлом году Все отмечают рекордный рост рынка Как выясняется он даже больше чем был заявлен У нас протрубили Про 60% рост продаж По рынку новых иномарок И впервые за историю нашей страны Количество иномарок перевалило за миллион И опять же впервые за всю историю Количество иномарок перевалило за количество проданных отечественных автомобилей На самом деле иногда слышим из кулуарных разговоров О том что некоторые дилеры устроили 100% перебивание Результатов 2005 года Как вы оцениваете продажи за прошлый год Насколько все таки они больше чем в 2005 Я бы сказал что они процентов под 100 То есть в два раза просто Я думаю что это вполне реальная цифра 60 наверное связано с какими-то более официальными цифрами Может быть еще с какими-то потусторонними Субъективными воздействующими факторами Я думаю что смело можно говорить О 90-100% прироста рынка как такового Ну это и по моделям У кого-то больше У кого-то меньше Есть бюджетный сегмент Есть дорогой сегмент Тем не менее еще на эфире Который он состоялся осенью Прошлого года Мы говорили о том что да Есть проблемы с производством Есть проблемы разные и другие Но главная проблема это не то сколько произвели А главная проблема в том как все это довести до нас Потому что есть такая большая транспортная проблема Которая не дает нам вовремя адекватно перевозить И наверное перейдем тогда к обсуждению Александр имеет опыт еще и продаж автомобилей Сейчас он имеет опыт уже и доставки этих автомобилей Вот некая ситуация Это рынок здоровый Сейчас нет уже никаких социалистических инструментов убеждения Что там вы обязаны, вы должны То есть каждый делает то что считает возможным Получаются это деньги Поэтому некая коммерческая ситуация Вот как в такой ситуации могут возникать проблемы С перевозкой автомобилей Есть предложение У нас постоянно растущий рынок Если он в прошлом году вырос на 100% В этом году Ну может быть опять мы переплюним этот план Дают рост такой где-то от 0,5% до 50% По сравнению уже к 2006 году То есть все вот те проблемы о которых мы говорили Всю вторую половину года с тех пор как канал запустился Они еще обострятся Потому что хоть процентов там 50 Это цифра вот как бы в процентах меньше чем там 60 или даже чем 100 Но в количестве автомобилей это будет еще больше Вот какие проблемы вы ожидаете в этом году? Вот с доставкой Ну соответственно все сопутствующие Чтобы исключить эти проблемы Здесь необходимо отраспанной компании Сотрудникам отраспанной компании Общаться с дилерами А лучше всего с представительствами Для того чтобы иметь какое-то более четкое представление О предполагаемых планах продаж В принципе эти цифры Они там не являются какой-то коммерческой тайной Для там дилеров Для партнеров компании Которые взаимодействуют с представительствами Поэтому если иметь эти цифры там уже заранее Соответственно можно там решить вот проблемы Нехватки автовозов Потому что есть какие-то пиковые ситуации Которые как раз возникают на этапе производства автомобиля Ну там можно привести пример На кто-то из поставщиков комплектующих Там задержал допустим там в заводе Из-за этого там сдвинулось там количество автомобилей Производимых там на неделю-то на две Дмитрий тоже прекрасно знает Это к сожалению бывает еще Но здесь как раз это и есть Правильность построения логистики Соответственно это все резонирует И отдает уже непосредственно на плечо Перевозки автомобилей с завода-изготовителя Или там с самой старинной стороны Финляндии Где у нас находятся основные порты и склады автомобилей И чтобы как раз не попытаться уже быть готовым к этим ситуациям Цифры продаж они как раз и помогут Точно представлять какой-то там объем перевозимого продукта Резонно, резонно Гораздо легче подготовиться к тому Что предстоит сделать Если ты знаешь об объемах Что ты представляешь А это не составляет вопрос коммерческой какой-то тайны Потому что зачем же вам знать Может это наш такой секрет фирменный Нет, здесь нет никакой коммерческой тайны Больше того и представительства и дилеры Наоборот дают эту информацию Проблема в том, что не очень ее выдерживают И не за счет того, что где-то есть какие-то проблемы с комплектующими Или задерживается производство А за счет того, что план постоянно растет Вот наша проблема прошлого года Мы в прошлом году план своих продаж Меняли ровно 4 раза 4 квартала В каждом квартале изменения плана В каждом квартале изменения плана А перевозчику, доброшенные там еще 200-300 машин Причем зачастую это бывает достаточно оперативно Это надо докинуть в течение месяца или полутора Может явиться проблемой Потому что имея план определенный от данного производителя Он естественно на него рассчитывает Есть и еще внутрикорпоративная история Которая имела место быть у нас Вольво договаривается с конкретным перевозчиком На решение конкретных задач А туда влезает один из присутствующих брендов В дружной семье Форда Вторым И естественно перевозчик говорит Ребят, вы между собой этот вопрос порешайте Потому что я тут рассчитывал 10 тысяч машин перевезти Я их и перевезу А будут ли это все-таки Форда Или это будут Вольво Или будут Ягуары Ну это уж вам, наверное, решайте Раз уж вы там все в одной семье живете Так скажем Такая проблема тоже существует И она тоже, естественно, вносит суметься к коллегам-перевозчикам А это проблема с определением Что за машины там будут? Вот насколько это большая проблема? Нет, это проблема, наверное, в выборе перевозчика И в работе, допустим Опять же было сказано, что Вольво Входящий в состав Ford Motor Company Все-таки пытается здесь в России Принимать какие-то собственные решения Но, к сожалению, эти собственные решения Они иногда перекрываются Какими-то указаниями Поставленными задачами Со стороны представительства Ford Motor Company И, в принципе, проводя какие-то предварительные переговоры В том числе с компанией Вольво То есть мы были поставлены в известность Что, да, там необходимо сначала договориться То есть мы готовы принять собственное решение Но нам необходимо договориться Как раз там непосредственно с предстоительством Ford Motor Company Для того, чтобы выбирать тех, с кем мы будем работать Ну, мне кажется, в каждой компании существуют такие проблемы Поэтому мы сейчас говорим тоже о проблемах Но, с другой стороны, давайте задумаемся Что за проблема Мы, по словам Дмитрия, четыре раза за год меняли план Естественно, в сторону увеличения Но в конечном итоге это все говорит о том Что в конце года мы себя чувствовали Ну, если не в четыре раза лучше, чем думали в начале То существенно Ну, как бы это же продажа машин Это бизнес, который крутится Чувствовали лучше, вопрос Успешнее? Или как правильно скажу? В чем? Нет, вот прозвучала хорошая фраза Чувствовали лучше Лучше ли мы себя чувствовали? Вот вопрос тоже Может быть, лучше десять машин продать красиво, спокойно Запланированной доходностью Строго по плану привезенные По плану подготовленные с точки зрения предпродажки Выданные клиенту шампанскими цветами Которые останутся довольны Безусловно Нежели двадцать машин Которые со стовоза быстренько скинули Быстренько их подготовили Протерли Естественно, на той же площади Выдать не в состоянии Значит, где-то выдали еще Рядом с автосалоном И так далее, и тому подобное И что в итоге? Что есть лучше? Больше заработали С точки зрения бизнеса Больше заработали Наверное, да Вот в этом вопросе Наверное, да По идее, когда мы говорим о том Что рынок у нас растет Пока ему даже самые пессимистически настроенные Как бы эксперты рынка оценивают Дают от двух, наверное, до пяти лет роста Может быть, не такими темпами Как в прошлом году Но, тем не менее, это будет рост С каждым годом все больше Больше и больше До некой планки насыщения рынка На которой уже там будут происходить Какие-то другие процессы Но даже если мы эту планку Когда-нибудь поймаем То, по идее, ниже уже не будет При том, что мы не ожидаем никаких дефолтов Не ожидаем никаких других вещей Которые, к сожалению, в нашей стране Нельзя исключить полностью То есть, по идее, но в чем проблема? Мы имеем такую задачу Которые с месяцем, с каждым, с каждым годом Меньше не станет точно При неком таком оптимистическом росте рынка Это все будет развиваться, развиваться и развиваться То есть, по идее, тогда нужно тоже смотреть Планирование какое-то проводить на год вперед Опять же, последние два года Они серьезно отразились в объеме продаж автомобилей И были резкие скачки В увеличении объема продаж Здесь просто нужно понимать Что когда мы уже дойдем до какой-то точки стабилизации Когда мы уже будем понимать То количество автомобилей Которые, в принципе, готовы продать России И узнать более-менее отклонение этих цифр На следующий год Плюс, минус и так далее То, в принципе, здесь уже станет проще, легче Планировать транспортным компаниям То есть, вообще, системологическую Поскольку уже будут какие-то более-менее ясные переменные И здесь как раз Транспортной компанией будет понятно Насколько ей эффективно держать то количество На данном случае, если говорить по автовозу Значит, то количество автовозов Опять же, существует практика Между транспортными компаниями Где транспортная компания Имея какой-то определенного большого заказчика И вдруг возникает ситуация Там необходимость перевести тысячу машин И понятно, что, в принципе, транспортная компания Может это перевести Но увеличивается срок Временной срок, поскольку Есть ограниченное количество автовозов Просто привлекается К компанию, которая арендуется Тоже транспортная компания Которой арендуется Эти автовозы И с помощью этих автовозов Решается эта проблема Которая возникает вдруг и неожиданно Но тут получается такая ситуация Что мы говорим про некий рынок Рынок нашей страны автомобильной Если какая-то транспортная компания Понимает, что она не справляется С теми объемами, которые есть сейчас у нее Она занимает, арендует эти автовозы У другой компании То есть это вопрос О грамотности менеджмента Каждой из компаний Одна компания перевыполнила Свой план катастрофически А у второй компании на этот момент Есть порастающие автовозы Которые она готова отдать в аренду То есть откуда тогда В нашей стране возьмутся лишние автовозы Если вот такая ситуация Что каждый день Каждый квартал Мы имеем измененное некое представление О плане Есть уже сильные Назовемых игроками на этом рынке Которые имеют уже достаточный парк Автовозов, техники Они способны, допустим, поглощать Какие-то объемы И эти сильные игроки Они стараются уже работать С каким-то конкретным производителем Чтобы уже знать Те поставленные задачи По продажам автомобиля Но в принципе Очень много Стран-прибалочки Которые тоже обладают Скажем так Мы говорим про такой Если называть это Аутсорсинг То есть за пределами России Что-то наберет Конечно Многие компании даже не регистрируют Здесь сейчас свою технику Дабы То есть Если они работают На маршруте В Финляндии Ну скажем там Заграницу То есть там Не в пределах Российской Федерации То даже многие Не регистрируют здесь компании А регистрируют компании там Дабы получать там дешевле технику Точнее платят здесь таможенные пошли В принципе это не запрещается Это не запрещается Я думаю что это для этих компаний Может стать неожиданным сюрпризом Через несколько лет Когда этот рынок немножко разовьется Вот недавно была история Ну как недавно Относительно недавно была история В Прибалтике Когда многие перевозчики Вдруг поняли Что им сейчас собираются Перекрыть кислород Когда появилось новое требование К автомобилям Осуществляющим эти перевозки Они должны быть полностью растаможены Они не должны иметь там Юридического лица Где-то за границей Вот таким перевозчикам Мы открываем дороги Внутри наших границ Помните эту историю Вот я боюсь Что такая же история Может случиться и здесь Если какая-то компания Сориентирована на то Что у нее как бы Голова там И все остальные органы Которые определяют Самочувствие этой компании Находятся за границей Для простоты Не говорим сейчас Об уходе от налогов Там об уходе от таможни Просто для простоты она там В какой-то момент мы понимаем Что конкурент Для оптимизации Да Вот мы называем это Оптимизация А конкуренты скажут Что знаете Это не оптимизация Это попытка обмануть Родное государство Они живут там Они налоги платят А зарабатывают здесь Давайте мы примем Новый указ Который регулирует Эту динамику Таким образом Получается что у компании Изначально есть некая Такая вещь Которая может ее поставить В перспективе В очень уязвимую ситуацию Ну как бы на неком Мне вообще-то кажется Это не есть проблема Но будут куплены новые автовозы Будут тут же взяты в лизинг То есть мое мнение Что эта проблема Решается там В течение нескольких месяцев Любой транспортной компании Если она Я прошу себе Извиняюсь что перебиваю Просто скажу что На самом деле взять сейчас Автовоз не так уж и легко Допустим Опять же Мы не дали нас в том С этой проблемой И чтобы В частности Поскольку я Имел опыт работы С компанией Вольво И Когда возник вопрос По покупке тягачей То мы конечно же Обратились в компанию Вольвутрак Я вам скажу что Не так просто взять Прямо сейчас Тоже самое тягач То есть это Это месяца Доходящие до года И это проблема Поясню что я имел ввиду Мне кажется Все равно В будущем А может быть уже И не в будущем К сожалению Основная проблема Наверное в более глобальных вещах А кто думал Сколько могут Через себя Пропустить наши Таможенные посты Коих между прочим По пальцам посчитать Через которые идут машины Раз А кто думал Сколько могут Себя взять Машин Те же Порты в турку Котка И так далее Вот я точно знаю Что один из них Не могу сказать точно кто Сказал что Ребят мы уже В общем фул И поэтому Если вы хотите Чтобы мы расширялись Положите к нам На стол Пятилетний план развития По объему Логично И тогда мы что-нибудь Построим Подумаем Но никак не меньше Вообще задумчивость О ситуации С перевозками В нашей стране По-моему Соседнюю Финляндию Заботит больше Потому что Это было такое На уровне слухов Их предложение Построить сквозной коридор Через страну Потому что ваши фуры Многочисленные Они честно говоря Уже достали Давайте мы вам построим На своих Там где-нибудь дорогу И не будете Тревожить наши границы Наши таможенные посты Проезжайте там Делайте что хотите Логично Ну нет Логично Идет оформление документов Даже там Если приезжать Транзитом Через Финляндию Все равно там Происходит Какой-то нет Выбужденный досмотр Груза Если Опять же здесь Там Финляндия Скажем Там страна Куда там Все сваливается На склад А потом Это начинает Уже Распределяться По остальным Диспетчерский пункт Да Все равно Это выгрузить Загрузить Переоформить документы Там Вещина Досмотреть И так далее Все это время Здесь может быть Все таки Как-то Опять же Более эффективно Построить работу Границы Давай сейчас Попробуем Обсудить Как мы можем Построить Эффективную работу Границы Не будучи Главой этого государства Ни один из нас Насколько я подозреваю Но пока Пообщаемся со зрителями Узнаем Что они Думают по этому поводу Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Слушаем вас Ну у нас похоже Сорвался звонок Продолжим обсуждение Конечно Не хочу Чтобы вы сейчас Как-то между собой Тут вдруг Подрались Не дай бог Тем более Мы говорили О претензиях Которые Некие абстрактные Компании Перевозчики Не претензии Даже вопросы Назовем это вопросы Предъявляют К тем Для кого они Перевозят эти автомобили Хотелось бы Видеть некую перспективу Сколько Когда В какие сроки Каких автомобилей Хочется перевезти С чем нет понимания На данный момент Иногда это все меняется Как я понимаю Не всегда заранее А какие встречные вопросы Есть у компаний Торгующих Автомобилями К тем компаниям Которые перевозят Два основных вопроса Сроки По перевозке И качество Под качеством Подразумевается Количество повреждений На автомобиле Количество повреждений Автомобилей Ну давайте начнем Со сроков Я думаю Что более понятно Мне как дилетанту Кажется Что сроки перевозки Они проще решаются Потому что Мне тоже так казалось Я почему и подумал О портах О таможенных терминалах Потому что На сегодняшний день Компания Вольво Для обеспечения Наивысшего уровня Обеспечения Поставки Автомобилей Своим клиентам Так как является Премиум брендом И так далее Параллельно К перевозчику Который на сегодняшний день Существует Ввела такое понятие Как прямая доставка Прямая доставка Это мы имеем возможность Заказать доставку Автомобиля У западного перевозчика От конвейера До дилерства До ворот Собственно Да То есть он там загрузился Прямо вот на заводе У Гетебурга И помчался к нам Первые автовозы Приходили за 2-3 дня Мы соответственно Спланировали прямую Заставку Из расчета 2-3 дней После этого Они стали идти 2-3 недели Да нормально Ребята встали Насколько нам стало известно На границах Перед нашей же границей В Финляндии На границе Одним словом Скорректировали Прошло еще некоторое время Срок стал неделя А для таких объемов Которые на сегодняшний день На рынке происходят Это очень важно То есть ты рассчитываешь Чтоб тебе приходило в день 2-3 автовоза Не больше Но как следствие И не меньше А получается Что 2-3 дня Пусто Потом 12 автовозов 12 автовозов Принять В хорошем дилерстве В Москве В принципе Большая проблема Потому что Вокруг должны быть Соответствующие подъездные пути Должно быть соответствующее место Для их разгрузки Складирования Мойки И так далее Тому подобное Проблема Безусловно Нами Дрясующаяся в адрес Перевозчика Но здесь мы понимаем Что наверное Все таки Перевозчик не в состоянии На 100% И решать Потому что есть факторы Которые зависят Не от него Если он встал на границе В 5-километровую очередь Что он может сделать Мы возвращаемся к границе Наверняка Мы все таки говорим О неком таком крупном бизнесе Когда Вот эти вот вопросы Решения на таможне Как это было На таможне Белоруссия Польша Когда вот видя Многокилометровую очередь Которую многие с непривычки Принимали за Вот просто Количество приехавших Отдохнуть сюда людей Потому что Очередь автомобилей сплошная Люди в поле Разводят костры Лежат на покрывах Потому что может Но выясняется Что все это очередь Так вот Ну по средневзвешенным оценкам Думаешь Ну и дня два Здесь просидишь точно Подходят молодцы хитрые Которые предлагают Ну давайте мы вас Прям в таможенную зону Прям вот это все Стоит каких-то денег Говорить об этом Как о приеме Для такого рода бизнеса Для таких объемов Наверное лишний То есть здесь идет разговор Немножко о другой О другом моменте О другом способе решения Что мешает на таможне Непредсказуемость Очереди Вот как все это происходит Пропускная способность Количество отстойников Для машины Количество работающих На ней таможенников Количество оборудования Аппаратуры И так далее И тому подобное Элементарно Та площадь земельного Участка На территории которого Находится сам таможенный терминал Я думаю Что именно в этом И другого варианта Здесь нет И поэтому Проблема Нерешаемая В течение даже года Понятно Ну давайте Я так понимаю У нас еще звонок есть Давайте попробуем узнать Что думают люди На эту тему И потом вернемся К обсуждению Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Слушаем вас Понятно Ну хорошо Будем считать Что звонок сорвался Продолжим Вопрос таможни Частному дилеру Решать этот вопрос Ну нереально Да Даже целому Представительству компании Решить вопрос таможни Я думаю Что тоже нереально Но сейчас мы говорим О таких вещах Как повышенное внимание Государства К производителям Своих автомобилей Даже вот Известный Наверное всем Господин Иванов Недавно так прошелся По автомобилям Отечественного производства Что конечно Тоже ну является Некой демонстрацией Наверное Отношения государства К тому Как должны быть Автомобили у нас Он сказал Что да Есть вот там Вещи Которые можем гордиться Есть Камазы Там есть еще что-то Но вот К сожалению Нету перспектив Отечественного автопрома Поэтому мы не видим вариантов Зачем нужно гордиться И поддерживать Посмотрим Может быть будут Какие-то комментарии Какие-то мнения Но тем не менее Минэкономразвитие Сейчас вовсю Разбирается Со строительством С инициацией Производства иномарок Здесь в России По идее Это тема Которая волнует государство И вот таможня Таможня Это тоже Как бы звенья Одной же цепи Потому что Хоть там есть По планам Минэкономразвития Что со временем Все вот эти компании Которые здесь будут Строиться и выпускать Они со временем Какого-то уровня Прописанного В бизнес-плане Или в соглашении Вот этих вот компаний Минэкономразвития Но это все равно Так или иначе Это вопрос таможни Эти компании Могут локализовать Не локализовать Но все равно Есть какие-то вещи Которые будут Через таможню проезжать И все равно Это упрется в таможню В те таможенные посты Которые не привыкли К такому объему перевозок Как бы как сюда Так Ну может быть там В перспективе и обратно Получается что Это все разговоры Так как мы говорим О чем-то о хорошем Сами не понимаем Что на периферии У нас нет возможности Получается что В этих разговорах Есть какой-то элемент абстракции Или что-то происходит У нас таможня Сейчас в последнее время Нет Все достаточно спокойно Единственное Опять же Здесь В свое время Три-четыре года назад Был введен Так называемый Зеленый коридор По которому Пропускная способность Автомобилей Была увеличена И Машины Получили там более Обращенную Систему Декларации И таможенной очистки Дальнейшей Но Все равно Как практика показывает Все это находится В общей очереди То есть там и Контейнеры И автомобили И так далее И так далее И так далее И все идет В общем потоке И никакого разделения Здесь уже нет То есть если автовоз Устал Допустим В конец очереди Все То есть он Должен дождаться Пока Перед ним машина Все пройдет Может быть Опять же Там как Приложение Смотреть Как-то Разбить По видам Допустим Давай попробуем Поговорить сейчас Про зеленый коридор Попробуем сейчас Еще раз пообщаться Со зрителем Может быть У нас это получится Может быть Наши технические Проблемы уже отступили Здравствуйте Вы в эфире Слушаем вас Здравствуйте Да Добрый день Да Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Откуда звоните Здравствуйте Федоренко Сергей Из Петухово Курганской области Как могу повлиять Например Я через это уже прошел Покупал машину Как можно повлиять На официального дилера Для того Чтобы я проплатил Деньги на машину Машина у меня в салоне Пожалуйста Забирайте Документов на нее нет Понятно Интересный вопрос А где у вас Какая машина Какая марка Машину брал Mitsubishi Lancer 1.6 2006 года В городе Кургане Уралавтохолдинг Я каждый день В течение двух недель Отзванивал В Рольфхолдинг В Москву И мне говорили Что Ваши деньги За вашу машину Не пришли Потом Через две недели Мне Mitsubishi Motors Corporation В лице Уралавтохолдинг Города Кургана Сознался Директор Сказал Что Извините Мы вашими деньгами Попользовались У нас Перекредитовочка Вышла Понятно Ну хорошо Здесь сидят два человека Которые знают Этот бизнес Немножко Ну скажем так С изнанки С другой стороны Баррикад Я не предлагаю Сейчас Каких-то некорректных Заявлений В адрес Коллег и конкурентов Но тем не менее Пару слов о ситуации Это не совсем Как бы в тему Нашего сегодняшнего разговора Но так или иначе Это касается Все машины Которые везутся На автовозах Они в итоге Везутся к людям Вот проблема Прозрачности Или непрозрачности Вот этих вот Всей ситуации Потому что Очень часто В последнее время Возникает вопрос Отсутствие у покупателя Ну вот у конечного человека Информации о том Что в данный момент Происходит с его автомобилем Очень удобная ситуация Для Ну скажем так Не буду называть Не чисто плотными Но менеджеры Которые хотят Что-то там Какое-то туманно Навести на эту ситуацию Менеджеры Отсылают на представительство В представительстве Как бы пожимают плечами Кто-то там Привлекается До таможни Что таможенные проблемы Можно пару слов Буквально В качестве комментарии На эту тему Скорее всего Эта проблема Все-таки Официальный дилер Метсюбищ Который Построен на работу Таким образом Опять же Знаю, что у дилеров Представительства Есть так называемая Кредитная линия Когда Дилер Сначала получает машину Потом ее оплачивает И вот В качестве гаранта Эта оплаты У представительства Находится оригинал ПТС Который выдается Или там Пересылается Курьерской почтой После оплаты автомобиля Ну Странно Что две недели Держали То есть Если Покупатель унес деньги То есть И готов забрать машину Там тут же То в принципе Дилеру Там Не знаю Нет смысла Держать Автомобиль То есть Его задача Быстрее Выдан То есть Он Деньгами Оплачивает Опять же Если Клен принес Деньги Сегодня Почему Эти деньги Завтра Не отправить В представительство И не забрать Документы Ну Странно Странно Опять же Здесь Проблема Немножко Сформулирую вопрос По другому Вот Вы Два Сидящих Здесь Гости Вы Руководители Того Подразделения Менеджер Которого Совершил Сейчас Вот Эту Ошибку Это невозможно На самом деле Очень противоречивая Информация Такой ситуации Быть не может Объясню почему Если человек Заплатил 100% Своих денег То они Однозначно Ушли за машину Не будет никаких Перекредитовок Это несерьезно Вопрос в другом Зачем человек Заплатил 100% Если по договору Ему достаточно Сделать только Предоплату Мне вообще Непонятно Как такая ситуация Возникла Честно говоря Даже не знал Что так бывает Потому что Наш клиент Он приходит Видит свою Заказанную машину Которая была Заказана и доставлена На дилерство Благодаря его 10% предоплате Посмотрев на свою машину Он идет в кассу Оплачивает Оставшиеся деньги Вот машина Вот его деньги Нормальный способ Развития событий Не только по этой марке Совершенно верно Вариантов Как-то куда-то Деньги загнать Ну это какое-то Мошенничество Уже такое Реальное Но это маловероятно Дмитрий Все-таки знаете Что здесь Стоит просто разделить Скажем там Москва Питер Москву Где дилеры Более крупнее Скажем там Имеющий там более Больше возможностей По выкупу автомобилей Чем допустим Там региональный Дилер Который может там Где-то Их не надо выкупать Нет Но документы Приходят уже После автомобиля Вот В системе Опять же Заказа автомобиля Есть такая колоночка Пометочка Где машина Получает статус То есть она На посему Идет на склад Для продажи Или она уже клиентская То есть ей присваивается Ответающий статус И сотрудник Уже действует Просто видит Когда эти машины Там поступили на склад Опять же эта информация Не Она доступна Для дилера То есть он видит Перемещение всех автомобилей То есть он говорит Какие машины В первую очередь забрать Клиентские То есть оплатили Забрали Даже машина пришла А же документы Уже могут быть Там проблема в другом Человек в самом начале Озвучил Машина стоит Документов нет Вот это может быть И это возникает По одной простой причине Несколько раз в году Возникают какие-то Новые правила Должна появиться Таможенная печать На ПТСе Еще в каком-то месте А В силу того Что большой идет поток машин Через границу Выпускаются ПТСы Так как они есть Реальная была ситуация Того года Когда мы повесили С документами На несколько недель По причине того Что машины С ПТСами Пришедшими к нам Оказались вдруг Недолжным образом Оформлены Звонок на границу Ребят Что за дела Извините До нас только неделю назад Дошло это распоряжение В результате Все ПТСы собираются В кучку Дейчелом срочно туда Там их по новой Перепечатывают Пропечатывают И так далее Потом назад И это естественно Несколько недель Посоветовать можем В следующем Звонок в представительство Информация по поводу машины Номер договора И по идее Должен быть уже присвоенный ВИН-код И человек получит Полную информацию Где его машина Почему ее не выдали Безусловно Получит если он заплатил Понятно Это избавит его От необходимости Обдумывать Что здесь объективно Что субъективно Какая ситуация Какая кажется У нас еще один звонок Здравствуйте Вы в эфире Оле Да здравствуйте Слушаем вас Добрый вечер Меня зовут Сергей Город Тверь Очень приятно Сергей Говорите Вопрос Как бы касается Перевозки автомобилей Как бы бытует мнение Во время перевозки автомобилей Машины получают повреждения И при поступлении Сюда уже на склад То есть Начинают их там Чинить Красить А дилер Как бы Объясняет все это дело Тем что машины Вашей еще нет Вот подождите немножко Вот два-три дня И машина подойдет То есть Вот такой вот вопрос Понятно Ну хорошо Сейчас как раз Мы подходим К этой части разговора Которая касается Не сроков доставки автомобиля А повреждения Это вот второй вопрос Который касается Как раз перевозчиков Это вопрос Со стороны дилеров Со стороны торгующих организаций Наверное мы закончим Просто обсуждать Тогда по поводу сроков Вот про зеленый коридор Прозвучала вот эта информация Что-то похожее на то Как раньше у нас ездили Автомобили по рублевке С мигалками Ездили быстрее Потом автомобилей с мигалками Стало столько Что вот в левой стороне Стоят автомобили с мигалками В правой стороне Стоят автомобили без мигалок Стоят одинаково Все права соблюдены То есть Вот я так понимаю Ситуация такая Что сейчас и в зеленом коридоре Такая же вот очередь И такой же непроходимый стопор Или нет Здесь как раз вопрос Стоит именно взаимодействие Всех органов Департаментов И так далее То есть Если допустим Представительство знает О предстоящем там повышении Как правило в принципе Ну есть прогноз То есть можно прогнозировать Планировать повышение Объема роста То соответствующая информация Должна дойти просто До таможенных органов Которые фактически Тоже должны как-то среагировать То есть понимаешь Что там доходная часть бюджета Она достаточная Получаемая С таможни И таможенные пошлины Которые платят Заводоизготовители Там или представительство Они достаточно велики И в принципе Это большие деньги Для государства И не нужно отказываться От этих денег То есть нужно Опять же Оптимизировать Более эффективно Выстраивать Все эти пропускные пункты Работы и так далее То есть там перейти Не знаю От элементарного Перебивания Которые информации К штрих-водам Допустим Что можно То есть Как-то искать моменты То эффективно Использовать В свое время Опять же Отделить Автовозы От других Перевозимых Видов товаров По идее С точки зрения Государства Что автомобили Что дорогие Другие виды товаров Они же Достаточно Как бы унифицированы Это товар Автомобиль даже приятный Цена высокая Растаможка легкая Один вин номер Никаких кодов ТНВ И так далее И тому подобное Все быстро Качественно И деньги бешены Их можно выделять В отдельное производство Потому что Просто Выгодно Выгодно Эффективно Ну Давай сейчас Прервемся Послушаем Что думают Наши зрители На эту тему И после этого Продолжим разговор Про вторую часть Нашей приятной Сегодняшней истории Здравствуйте Вы в эфире Да Здравствуйте Здравствуйте Вот вопрос Вячеслав Москва По поводу Таможни Вот машину Покупал В году Скажем так В 2002 И ездил На ней нормально Без проблем Проходил Техосмотр И вот Буквально Там полгода Назад Значит Она По базе Появилась Что она Не растаможена Правильно А покупали В официальном Номера Все документы И До сих пор Никаких Скажем так Действия Я с ней сделать Не могу Не продать Ничто Скажем так Покупали Вы ее У официального Дилера Нет Покупал Я ее Скажем так Ну Машина Растаможена На частное Лицо Или на юридическое Машина Растаможена На частное Лицо Или на юридическое Поэтому Скажем так В ГАИ Толком Ничего не говорят В таможне Тоже Толком Ничего Не говорят Как говорят Это человек Который Там Там Таможен Как ты Это делал неофициально. То есть это на частное лицо машина таможилась, правильно понимаешь? Я так понимаю, наверное, да. Это все видно в ПТС, то есть можно посмотреть. Скорее всего, история одного из тех автомобилей, которые к нам завозились в такие времена лихолетия, когда все было можно и казалось, что ничего за это не будет. Давайте так, чтобы объективно ответить на ваш вопрос более полным образом, я вам предлагаю вернуться к одному из наших эфиров, когда у нас будет юрист Воробьев, юрист, с которым мы решаем все эти вопросы. На сайте www.autoplastv.com выложены все наши премьеры по прямым эфирам. Посмотрите, когда у нас будет юрист, позвоните в эфир, попробуем этот вопрос переадресовать ему. Или можете там же на сайте написать письмо с изложением всех нюансов этой истории. Ну, раз уж такой вопрос возник, просто комментарии. Можно что-то прокомментировать не по ситуации конкретной этой, а по ситуации с таможней. Мы говорим, что появились автомобили про ПТС, которые пришлось отправлять Диэчелом туда. Есть ли сейчас такой риск купить себе автомобиль, который был ну, может быть, не по злому, а именно по разгильдяйству, там, неважно даже кого, оформлен неправильно и там спустя там год, два, там, я же не знаю, какой срок времени возникнет проблема. То есть, сейчас все покупатели автомобилей новых застрахованы от этого железа. Абсолютно. При покупке официального дилера. Ну, при покупке официального дилера, по идее, даже если такая проблема возникнет, но официальный дилер все-таки отвечает за все эти вещи, как бы хочет или не хочет. Я, наверное, расскажу короткую историю. Вот, опять же, там, будучи работой с компанией Volvo, у нас и будучи официальным дилером компании Volvo, у нас возникла очень интересная ситуация. То есть, машина была нами привезена уже посредством Fort Motor Company, передана клиенту, просто продана. И когда уже клиент ставил машину на учет, возникло вопрос, говорит, то есть, номер ПТСа на этом автомобиле совпало с номером ПТСа, который участвовался в розыске. Соответственно, стали распутывать эту историю, значит, докопались до того, что это уже в районах ГИБДД, опять же, там, без имен, значит, в свое время были такие вот, так называемые, воздушные постановки, то есть, сотрудники ГАИ поставили, взяли этот номер ПТСа, еще не существующий, он не был еще в базе, на него поставили машину какую-то угнанную, значит, потом эти документы там потерялись и уже заново выдавались документы уже нормальные на автомобиль. Соответственно, когда уже в порядке определенной регистрационной очереди мы дошли до этого ПТС, вот у нас было такое совпадение, и, собственно говоря, здесь клиент оказался заложником данной ситуации. То есть, здесь и не дилер не виноват по сути своей, и представительство не виноваты, и таможня не виновата, а вот вышли вот на ситуацию, которую я сейчас описал, рассказал о ней. Ну, понятно, достаточно неприятная ситуация, это, ну, давайте сейчас пообщаемся, еще один звонок есть, потом продолжим обсуждение, надеюсь, что все-таки мы договорим о том, о чем начали уже. Здравствуйте, вы в эфире. Спасибо. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Меня зовут Игорь, я из города Армавира, Краснодар. Очень приятно, Игорь. Из Краснодарского края. И в дополнение к вашему разговору, сейчас прозвучала фраза, что при покупке полной оплаты автомобиля невозможна задержка документов, как бы. Я сам лично два дня назад получил Ford T-Max, предварительно оплатив, посмотрел на автомобиль и оплатив полную его стоимость до копеечки. В итоге практически прождал 30 дней. И мой товарищ также брал у официального дилера Ford в Ставрополье, городе, S-Max новый. И он ждал его фактически еще, оплатив полностью, ждал еще почти два месяца, пока пришли документы. И каждый звонок, говорят, что ну подождите там, мы вам назначим выдачу там, на четверг. Звонишь, ну извините, что-то не получается там, на понедельник. И фактически отдав там 600 тысяч, ты сидишь и ждешь, каждый раз звонишь, тебе никто ничего не сообщает. Так что это практика практически постоянная. Так что вот как бы это мое такое свое личное дополнение небольшое. Спасибо. Хорошо, понятно. Ну о чем в такой ситуации можно говорить? Пожелать приобрести премиум бренд, в котором таких проблем не бывает. Это вопрос регионального развития? Или это вопрос развития по... Судя по звонкам, можно заметить, что такие проблемы существуют у региональных дилеров. Здесь по всей видимости проблема заключается в передаче документов. То есть может быть где-то информация, но это уже проблема дилера и проблема предстоительства. Но как правило, опять же, работа с компанией Volvo... Хорошо, но это не проблема того, что по каким-то причинам менеджер что-то там, скажем так, мутит, да, что надо просто прийти к главе этого дилерского центра и сказать им, здравствуйте, вот хотелось бы разобраться в этой ситуации. То есть это проблема объективная, скажем так, для этого оригинального дилера именно может быть в силу того обстоятельства, что он неправильно строит свой бизнес. Скорее, это проблема все-таки дилера, и он должен молниеносно реагировать на такие вот обращения клиента, поскольку все-таки каждый клиент уникальный, за каждого клиента сейчас приходится уже бороться, вот, и... Ну, пока еще, пока нет, еще говорят, что можно... Ну, с точки зрения зависимости от марки, да, точно, если... Ну, понятно. Да, здесь можно дальше подискутить. Подходя ко второй части разговора про повреждения. Автомобили, которые едут на автовозах, ну, это как бы, это нормальная ситуация, мы их видим, тут даже в рекламе часто появляются вот эти автомобили, которые туда-сюда ездят. Повреждения вот этих автомобилей, есть разные примеры, есть там совершенно фантастические снимки, там, откуда-то из интернета, перевернутый автовоз и там так все, густо рассыпанные автомобили. Ну, наверное, в обычной практике эти повреждения носят немножко другой характер, не все так катастрофично. Что за повреждения, о чем идет речь? То, что ты сейчас рассказал, это идеальный случай. Все получили страховку и снова поехали новые автомобили, никаких проблем. Ну, почему же, не идеальный, не идеальный. Были примеры даже из серии нашего государства отечественного, я не помню, по-моему, уже больше 5 лет этой истории, когда автовоз по дороге, ну, по известной дороге, перевернулся. Ну, естественно, все уже собирались быть счастливы, когда не выяснилось, что водитель этого автовоза был немножко в состоянии, скажем так, подогретости алкоголем. Пытался менеджер этого, как бы, покупателя этих автомобилей, пытался эту ситуацию как-то раскрутить по-другому, но в итоге не раскрутил. И страховая компания не выплачивала ничего, потому что водитель был, ну, пьян, не знаю, можно и зарплаты высчитать, но боюсь, что это очень долгая перспектива. В данном случае, по-любому, будут проблемы импортера и транспортной компании, но не дилеры, а уж тем более ее и клиенты дилерские. Ну, в данном случае, если водитель был пьян, то это проблема уже транспортной компании, потому что, если ответственность переводчика, то, опять же, если авария происходит по вине транспортной компании, там обычная какая-то ситуация дорожная, но при этом водитель, конечно, конечно, не был пьян, то есть он выдерживал все нормы перевозки, количество часов. Ну, скажем так, требования страховой компании, как это называется? Здесь обычно процедура, проводится, конечно, какое-то расследование, потому что сумма ущерба, она достаточно ощутима. И деньги выплачивают страховой компанией, заводу-изготовителю, если они являются выгодоприобретателем. Или транспортной компанией, которая эти деньги потом, опять же, использует. Хорошо, это идеальный вариант, эти автомобили перевернулись, что они? Они списываются по полной... Это стандартная схема, если стоимость ремонта превышает 60%, то, естественно, машина признается непригодной к восстановлению, выплачивается полная стоимость, машина в утилизацию, что с ней делает страховая компания? Ну, это уже, в общем, не важно, это за рамками разговора. Может быть, ремонтирует и продает. Вопрос в другом. Кстати, вот тоже момент. Не, не может, ремонтирует, продает, не может, потому что это нерентабельно. Разбирает, продает по запчастям, там еще как-то. Продает в разбитом виде тем людям, которым... Не ремонтирует, продает, да. Да, вот это да. Это все-таки разговор о таком бизнесе, когда 60% это некий показатель. О других вопросах. Кстати, вот отдает кому-то ремонтировать. Такие машины никто не пытался потом выставить где-то в продаже. Какое-то оно практически новое, без пробега. Но здесь есть некий легкий косметический ремонт, который привел к замене того-того-того-того и сложному восстановлению кузова. Кто-то, может, пытался, может, не пытался. Вопрос такой достаточно сложный. За всех ответить. То есть, это достаточно такой неприятный момент. Ты покупаешь автомобиль новый. Наверняка, если он покупается так, что кому-то продали этот машинный комплект, вот в таком вот виде, его развязали из узла, продают, действительно, он новый автомобиль. От него пахнет новым автомобилем, но при этом у него достаточно серьезная история. Это вопрос компетенции сотрудников, которые его восстанавливали. Не приходилось сталкиваться с такими автомобилями в практике, с завязанными выводами? Новый, как правило, нет. Но этот вопрос, кажется, связан с уценкой автомобиля. То есть, можно произвести уценку автомобиля и продать его уже по более низкой цене, и при этом честно рассказать, что с ним было. Опять же, если, конечно, там какой-то был серьезный ремонт, то понятное дело, что... Когда мы говорим о дилерах официальных, наверное, да, это безусловно так, потому что по-другому неправильно будет. Когда мы говорим о людях, которые восстанавливают тихо где-то там порой, то, наверное, там другая история. Ладно, оставим ее за рамками. Поговорим о тех повреждениях, которые не такие приятные. Никто не получает страховки. А как вот? Не-не-не, страховка по ремонту получается. То есть, все равно это все оплачивается, по крайней мере, дилеру. Вопрос лишь в другом, что наступает некий достаточно сложный момент определения характера неисправности с точки зрения сохранения первозданности, если можно так сказать, автомобиля до и после ремонта. Ну, это так, чтобы понять. Вот приведу такой простой пример. Садился водитель за руль автомобиля для перегонки его или постановки на автовоз и так далее. И предположим, что поцарапал руль. Кожу на руле. Там, может быть, кольцом каким-то на своей руке, может быть, еще как-то. Поцарапал. В этом случае меняется руль. Мы, как дилеры, считаем, что здесь нет никаких проблем. Об этом даже ставить в известность будущего владельца не имеет никакого смысла. Он получил точно такой же новый руль, точно такого же автомобиля произведем на точно таком же заводе. И в чем вопрос? А есть другое мнение, я так понимаю? Безусловно. У покупателей такого автомобиля или у кого? Безусловно, да. Лучше рассказать все-таки уже о внешнем виде автомобиля. Потому что все повреждения, которые внутренние, скажем, поменял эту деталь, внутренний интерьер, и все заменил. И клиент назад не знает, и еще. То есть ты ему машину продал. И, в принципе, здесь не правильно сказал, что здесь ничего такого криминального нет. То есть скрываешься от покупателя. Но другая острая проблема. На самом деле это проблема острого перевозчиков и острыховых компаний. И когда уже много этапов от перевозки автомобиля. То есть машина вышла из завода, ее перевезли в Финляндию, в Финляндию сгрузили. В Финляндию ее забрали, ее повезли в Россию. В России и Москве выгрузили, растаможили, повезли где-то к региональному дилеру. То есть у нас получается три этапа. Как минимум. Да. И вот здесь как раз, собственно говоря, повышается риск получения повреждений. То есть ее загнали, согнали, согнали, согнали машину. На стоянке, допустим, машина хранится. Есть требования к компаниям, которые машины складируют, перевозят и так далее. То есть должно выдерживаться определенное расстояние между машинами, между бамперами, между дверями и так далее. Но по сути своей, по практике, опять же видно, что машины забиваются. Да, машин, поскольку их много, они забиваются под завязку, так можно так выразиться. И как раз из-за этого и получается повреждение. То есть кто-то сел в машину, например, в Финляндию открыл, ударил по другой машине. Там появилась вмятина. Здесь скол, там вмятина. Да, здесь надо правильно просто уже на каждом этапе приема автомобиля уже правильно оформлять документы, фиксировать те повреждения, которые есть. То есть если они были получены там, там или там, соответственно... Клиенту-то какая разница? Ну, клиенту разница в том, чтобы этот случай был точно таким же, как тот, который вышел из завода. А здесь вот мы, например, этот вопрос решаем так. Внешнее повреждение, да, скол подлежит дверь покраски, предположим. Если это скол, который не привел никаким деформациям, туда все обдирается, по новой красится, и, соответственно, дверь считается такой же новой, как она была. Потому что это покрашено по технологии завода, все гарантии распространяются и так далее, тому подобное. А вот если присутствует деформация, то исправление ее это недопустимо. Дверь должна быть заменена, крыло должно быть заменено, капот должен быть заменен. Вот мы решаем это таким образом. Рихтовка, шпаклевка, вот это уже да, это уже не новый автомобиль. Это уже были произведены ремонтные работы. А что касается покраски деталей как таковой, то по крупному счету мы, например, большой разницы между заменой той же детали обивки, руля там или еще чего-то, не видим при условии распространения всех гарантий и так далее и тому подобное на эту работу. С точки зрения дилера, да, то здесь пояса ясна, потому что здесь он, скажем, не... Ну, он не расходует там собственных средств на полученные повреждения, если эти повреждения не появились там на этапе хранения автомобиля у дилера. Но для клиента все равно остается психологический момент. То есть его новая машина, она окрашена и он вправит от нее отказаться. То есть здесь, конечно... Ну, то есть это корректно, как бы, оповещение клиента о том, что вот у вашей машины, у вашего автомобиля было такое повреждение? Ну, опять же, давайте практично смотреть. То есть, конечно, в такой массовости, скажем, продаж автомобиля, конечно, дилеру невыгодно говорить, потому что, как правило, там, в 10 случаев, там, 6-7 человек, они откажутся от машины. Он скажет, я не хочу, я покупаю новую машину, имею полное право, там, заплатив 100% получить новую автомобиль. Не крашен ее уже вторично деталь. Не, ну, по сути, да, это вопрос психологического комфорта. У каждого человека свое отношение к машине. Мы по-другому решили свои проблемы? Тут, ну... То есть у нас есть технологии выпрямления тех вмятин, и я видел, там, достаточно серьезные повреждения автомобилей, которые устранялись путем, вот, там, хитрых специальных инструментов, так называемые щиповщики. Вот, они выпрямляют тех вмятин, и даже не приходилось красить машину, то есть, там, полировка автомобиля приводила к тому... Ну, опять же, здесь зависимость от повреждения. То есть, если, допустим, это дефекты получены, там, от открытой двери, то этот дефект можно спокойно устранить, заполировать, и все. То есть машина будет новая, деталь будет новая. Ну, хорошо, сейчас вернемся тогда к обсуждению, пообщаемся со зрителями, узнаем, что они думают. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, я бы хотел бы поблагодарить за передачу, что вы замечательны. Да, добрый вечер. Спасибо, спасибо, очень приятно. Слушаем вас. Меня зовут Константин, город Новосибирск. У нас была история с другом замечательная. Мы с дилером. Не хочу говорить, какой дилер. Ну, суть в чем, что придя, увидев, что дверь действительно покрашена, как говорят, ну, нет разницы. Ну, в свет все согласны, что в тон цвета очень-очень сложно попасть. Конечно, гарантия сохраняется на автомобиль, но не попали в свет. И дилер говорит очень просто, или вы берите автомобиль, или мы вам закажем новый. Ну, новый ждать это практически 3-4 месяца. То есть дилер не хочет терять, как бы не делать никакой ни скидки, ничего. То есть зачастую именно клиент всегда остается крайним. Угу. Ну, понятная ситуация. Понятно. Спасибо за звонок. Попробуем сейчас обговорить. Если в цвет не попал, о чем говорить-то? Ну, в цвет не попал, вина, да. Хорошо. Конечно. Я думаю, что не будет секретом сказать, что у некоторых не получается попасть в свет даже с третьей попытки. И, к сожалению, вопрос вот с цвета, да, вот человек сам начинает понимать, ну, чего я от них требую. Да, ну, оно вот то чуть темнее, то чуть светлее, то куда-то в другой колер пошло. Вот как-то вот это все. Решать для себя, либо такую забрать, либо новую ждать. Ну, тогда вариантов нет. По идее, по идее. То есть можно ходить бесконечно и говорить, что нет. Или есть некий объективный такой мерил, когда можно прийти, избавить себя от дальнейших походов. Вопрос естественной компетенции. Если мы говорим о покраске по заводской технологии, машина новая, не выгорела. Эту краску не надо подбирать там на глаз, там, светопробами. Ее достаточно просто по коду загнать. Ну, по формуле, точно. По формуле. Вот краска, вот краска. Нанесли, не попадает в цвет, значит, это вопрос нарушения технологии. Ну, опять же, здесь смотрите. То есть есть сложные цвета, есть там цвета вот простые, скажем так. Допустим, там серебристый, белый цвет, машина, цвет сложный. То есть имеющий там много оттенков. Много оттенков, да. Ну, здесь, мне кажется, все-таки, опять же, по линейке разобрать. То есть колорист, маляр там и так далее. То есть грамотные специалисты, они попадут в цвет. То есть есть технология покраски в размыв. Вот в том-то деле, Александр, мы сейчас говорим. Когда красятся сопряженные детали, тогда уже не видно этого перехода вообще. Мы говорим сейчас о другой ситуации. О ситуации, когда человек занимается себе в своей практической жизни там чем-то другим. Компьютерами, там, разведением бабочек, чем угодно. Он купил себе машину, а дела позволяют. И в автомобильном бизнесе он вообще, ну, как бы, совершенно не разбирается в том, что как происходит. Он приходит, ему раз, не покрасили в цвет. Два, не покрасили в цвет. У человека появляется ощущение такое в голове, что, может быть, это я какой-то зануда. Ну, все ездят и ездят, и что же там. Ну, я думаю, что надо в такой ситуации просто забрать машину, не оплачивать ремонт и сделать ее в другом месте. То есть, допустим, если бы я попал… Забрать машину с не попавшей, ну, как бы, с цветом двери, которая не соответствует. Дилер не выпадал свою работу. И оформить эту машину как автомобиль, требующий вот такого ремонта, на такую-то сумму. Нет, если новый автомобиль, опять же, я говорил про случай, когда машина просто красится, клиент прихнул уже, будучи ее собственником. Если новый автомобиль, да, если клиенту, ну, опять же, там, по своей практике, то есть, мы шли на следующий клиент. То есть, здесь клиент, опять же, то есть, ну, не вина в данной ситуации. то есть машина получил повреждение. Мы давали дисконт, скидку, дарили ТО в подарок, первое, второе, третье, делали какие-то скидки, подарки, аксессуары и так далее. Когда уже идешь и понимаешь проблему клиента, встаешь на его место и пытаешься ему помочь, то люди как-то положительно на это реагируют и отзываются. Да, мы понимаем, что ситуация такая произошла, и конфликт остается уже исчерпанным. Как правило, давай какую-то скидку или, опять не буду повторяться, то есть клиент остается доволен и забирает машину и все. При этом, если ее сделать, хорошо. Звонивший говорил о том, что люди не хотят делать никаких скидок и в цвет не попали. Не брать эту машину, однозначно. О чем тут говорить? Тут тоже вопрос неприятный, 3-4 месяца. Это лучше, потому что это пятно потом, раз не попали в цвет, есть вероятность, что вообще не попали с рецептурой. Она может облезть, она может выгореть. При продаже последующей через 2-3 года это может стать, как вопрос, была битая машина, сильно повлиять на ее продажную стоимость на тот период. Зачем все это нужно? Ради 3-4 месяцев? Разные бывают 3-4 месяца. Когда мы говорим о том, что есть какая-то старая машина, на которую я езжу, и вот новая появилась, я ее отдаю. Ну, в общем, логично. Надо все-таки быть терпеливее, иметь какую-то выдержку и понимать, что от чего стоит и что к чему приводит. А когда вопрос такой, то есть нужна машина, вот она приехала, вот я ее собираюсь взять, и тут выясняется, ух ты, еще 3-4 месяца. Ну, это вопрос такой, мы, наверное, не забрать деньги, купить другую без очереди. Мы, наверное, здесь не придем к единому мнению, потому что у каждого человека свои приоритеты. Кому-то 3 месяца, да что там 3 месяца, а для кого-то 3 месяца, потому что у меня жизнь раньше закончится без этой машины. Ну, возвращаясь к повреждениям. Вот основной момент повреждения, я так понимаю, что эта машина попадает на перевозчик, ну, на автовоз, спускается с автовоза. Вот на этом этапе повреждения основные, или есть еще другие? Это одна из составляющих повреждений. То есть машина может, будучи находиться на автопоезде и ехать, повреждение может быть получено камнем, не знаю, там камень вылетел, опять же, здесь никто не страхован. Там попасть в стекло, разбил трещину, попасть в какой-то элемент кузова. Самое, скажем, неприятное повреждение – это скол, конечно, потому что здесь действительно уже его там закрасить, замазать там, ну, это не уровень, скажем, там крупного уважающегося дилера, который продает на автомобиль. То есть, если это, допустим, повреждение получено там ударом двери там или чем-то, и при этом не повреждено лакрашное покрытие, то здесь, конечно, ну, скажем, проще с этим обойтись, просто это повреждение устранить, выдавить эту вмятину. Самый противный скол, то есть, скол, полученный вот именно каким-то камнями там или там инородными там предметами, когда машина находилась в пути. Там многие транспортные компании решают проблему следующим образом, то есть, они обвешивают сам прицеп специально защитными сетками, там опять же, там многие, не будем называть компанию, они вообще это используют как некий такой рекламный щит, то есть, они полностью закрывают всю стену, стену автопоезда. Здесь другая проблема, опять же, судя по общению с делами, возникает, что образуется некий эффект трубы, когда машина стоит уже на прицепе, полностью сплошные стены закрыты, образуется эффект трубы, то есть, весь песок, который идет с дороги, он затягивается в эту трубу и, собственно говоря, все машины, которые там находятся, проходят через этот поток. Через пескостройку такую. Да, и получаются такие какие-то матовые пятна, там где-то там оторвалась защитная пленка, она начинает, опять же, там натирать все окрашные покрытия, поэтому здесь надо подумать, вот опять же. Вот вопрос тоже, да, что лучше, откровенные сколы или такие неочевидные матовые потертости, потому что песком побить может достаточно хорошо, если новая машина, то неприятно. Вплоть до того, что я даже видел в прицепах рыболовные какие-то сетки, такие мелкие-мелкие-мелкие, но здесь уже более эффективно, должна продуваться, то есть, такого вот эффекта, чтобы уже не возникает. Ну, то есть, нет такого вот единого решения этого вопроса, это вопрос на обслуживание. Есть, мне кажется, это надо просто полностью машину обклеить, обклеить именно на заводе, то есть, той пленкой, которую это будет защищать уже. Ну, камешки мелкие, они все-таки пробивают эту пленку. Это раз, потом, местами она действительно отходит и начинает... Начинает хлопать, и, собственно, она начинает и обдирать, вот как у нас раньше такая мода была на машины в стране, сейчас, по-моему, уже не так вот эти мухобойники надевали на машину, мотивируя тем, что камни попадают, отлетают, а потом снимаешь это мухобойник, такое ощущение, что кто-то вот денно и ночно просто тер это все дело шкуркой, потому что песок попадает, влага попадает, песком там зачистили, влага там как бы повлияла, да, и потом там просто гниль такая сквозная уже. Ну, это крайний случай. Кстати, вот, возвращаясь к тому, что для клиента важно, неважно. Ну, руль, с одной стороны, царапина на руле, да, поменяли руль и все. А не будет это потом в сервисной истории автомобиля, что у этого автомобиля когда-то давным-давно была заменена рулевая колонка, например. Нет, а почему это рулевая колонка? Рулевая колонка не имеется, меняется просто оплетка. Самому, да. Не-не-не, не оплетка, имеется рулевое колесо. Даже подушкой запахи остается оригинальной. Остается, конечно. То есть, не будет такого вопроса, что, знаете, у вас руль поменяли, а вы говорите про царапину. Ударили, ударили, признавайтесь. Да нет, здесь, наверное, все зависит от того, как клиент относится к той или иной проблеме и к автомобилю в целом. Но на сегодняшний день, по крайней мере, у нас особых проблем с этим не возникает. То есть, можно по пальцам пересчитать случаи, когда человек возмущался по поводу каких-то работ с малярных, связанных с его автомобилем. Потому что ему об этом говоришь, ему показываешь эту деталь, видно, что нет никаких проблем. И редко, когда кто-то, возмущаясь, говорит, нет, я не буду брать, потому что вы ее красили здесь. Да не вопрос. Вон стоит машина такого же цвета, давайте поменяем крыло. А эту крыло мы сейчас поставим на нашу демо-машину, на нашу подменную машину. Сейчас ведь у дилеров очень большие парки демонстрационных автомобилей, подменных, по сервисам, прокатных автомобилей. Перебросить как бы не составляет проблем покупку. И еще, наверное, самое главное в общении с клиентом просто не вставать, не занимать позицию какую-то категоричную, что нет еще на точку. Конечно. Надо просто пойти, да, вот, посочувствовать, пожалеть. Надо было несколько вариантов решения проблем. Ну, человек становится мягче. Становится мягче. А это опять уровень персонала? Это уровень персонала. Это такой простой пример, когда Мексика с Соединенными Штатами не могли поделить, не могли разобраться с совместной разработкой месторождения. Да, вот Мексика имеет месторождение, штаты имеют технологию. Мексика справедливо предполагает. Раз штаты разбираются лучше, они сейчас нарежут, ну, как бы, участок общий, разделят на две части, себе возьмут самые плодоносные, а нам возьмут там, где, в общем, зажигалку наполнить нельзя будет с этого. И долгое время не могли сдвинуться с мертвой точки, хотя решение, оказалось, вот, переговорщик со стороны им предложил, очень простое. США делят участки, нарезают их, выбирает Мексика, да, вот, вроде, какой простой способ. И без сомнений, без, там, каких-то таких моментов, что кто-то здесь кого-то обманывает. То есть, это разговор, понимаешь, о страхе человека. Если можешь его переубедить в страхах, ну, переубеждаешь, да, говоришь, что, на самом деле, ты боишься этого, а мы говорим вот это вот. Просто часто, действительно, ситуация возникает такая, когда, вот, там, люди занимают такую позицию железобетонную, да, говорят, вот, прав, все, нет, вот, все и все. И вот возникают на пустом месте, казалось бы, такие вот проблемы, которые, в целом, потом и на дилеры, в целом, и часто, в общем, и на марку вообще распространяются, да, что все люди, которые занимаются этой маркой, они оставим за кадром. Ну, бывают, тем не менее, бывают такие, потому что, ну, что может лучше, наверное, оттолкнуть человека от владения маркой, чем какая-то очень неприятная история из опыта владения. Как бы, хочешь, не хочешь, у тебя не только вот это лицо, там, приемщика-мастера, который тебя, там, лично обидел, но еще и вот этот логотипчик, там, где-то крутится на фоне, и понимаешь, что, наверное, лучше, лучше что-нибудь посмотрю, особенно, если есть выбор какой-то. Но, тем не менее, следующий год обещает еще рост, пока, как бы, я думаю, что в этом можно не сомневаться, и уж не знаю, хорошо это или нехорошо, но, тем не менее, скорее всего, придется по кварталам опять пересчитывать что-то в плане своих планов. Какие есть ожидания и опасения от этого года в плане, именно доставки автомобиля? То есть, это как бы прошлогодние проблемы, не знаю, там, в квадрате, в кубе или что? Опять же, то есть, судьи вот, потому что техники транспортной нет в наличии, у дилеров, продающих транспортную технику, компания транспортная закупается, то есть, они накупают какое-то количество, оптимальное количество, то есть, они увеличивают свои парки. Вот, но опять же здесь, повторюсь, что вот, надо все-таки довести до какого-то, оптимально эффективного количества автопоездов, чтобы они все работали, чтобы в то же время у тебя не было, там, дефицита с ними. Ну, понятно, понятно. Я думаю, что сейчас рынок развивается, вот, и становится все больше участников, я думаю, что проблем не возникнет, именно с перевозкой автомобиля. Согласен? Умение, да, оптимистичен, по крайней мере, там, где люди работают с массовыми брендами, где машины идут десятками тысяч, я думаю, что возможны все-таки такие ситуации. Ну, понятно, мы на одном из прошлых эфиров, но еще тоже осенью, обсуждали вопрос прихода, возможности прихода на рынок, тогда мы говорили про автодилеров, зарубежных игроков. Наверное, тоже можно будет обсудить возможность прихода на наш рынок перевозчиков, зарубежных игроков. Ну, они присутствуют, но, тем не менее, у нас до конца эфира осталось уже меньше минуты, мы, ну, насколько это было возможно за такое время, обсудили все проблемы и поняли, что ничего вроде как нерешаемого нет. Да, есть вещи, которые внушают оптимизм или лишают его, но, в общем, жизнь не остановится, мы будем продолжать дальше расти и развиваться. Но это уже на сегодняшний день это все, самое интересное, как всегда, у нас впереди, так что оставайтесь с нами, в следующих эфирах мы обсудим еще много разных проблем, связанных с автомобилями, так, до свидания, до новых встреч. Да, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»